Фэн-шуй, чуваки, слава лизарде! И знаете, мне довольно часто задают всякие разные охуительные вопросы, как, например, вот как вылечить рак с помощью магии? Коронавируса это, в принципе, тоже касается. Или вот еще спрашивают, как выиграть лотерею с помощью магии? Или как научиться левитировать и как двигать предметы взглядом? Или как научиться пускать молнии из жопы? Или как воскрешать умерших? Что ж, господа, настало время ответить на эти охуительные вопросы, но прежде чем я на них отвечу, я хочу предложить подписаться вам на паблик Каракули. Автор этого паблика делает посты, которые направлены на то, чтобы сдвинуть вашу точку сборки в ранее не задействованное положение. Паблик по-любому понравится всем, кто интересуется магией, колдовством, тем, кто интересуется творчеством Виктора Олеговича Белевина. Ну, как вы видите сами, здесь много и психоделического всякого разного творчества, и вообще просто вот интересный, хороший годный паблик. Подписывайтесь на него, ссылку я на него оставлю в описании, чуваки. Ну, а мы переходим, собственно, к теме нашего сегодняшнего доклада. Итак, как же вылечить рак с помощью магии? Ну, по поводу целительства, есть в магии специальная система, которая называется рейки. То есть, в принципе, если вам интересна тема целительства, то это вам надо интересоваться системой рейки. Только тут фишка в том, что тут нужно проходить посвящение в это рейки, да, оно там сделано по ступеням. Для того, чтобы этим всем заниматься, надо найти учителя. Ну, такой учитель, если что, есть. Вот, Юрий Исламов, можете тоже на него подписаться. Там у него есть инициация в первую ступень этого рейки. Вот. Но, возвращаясь к поставленному вопросу, вот можно ли исцелиться от рака? Ну, такой вот вопрос, конечно, очень интересный. Может быть, какие-нибудь гуру рейки, да, которые находятся там в четвертой ступени рейки, может быть, они и могут как-то излечить от рака или от каких-то тяжелых заболеваний, да. Но если вы не обладаете таким большим опытом целительства, то вряд ли у вас здесь что-то получится. Если вы интересуетесь темой целительства, попробуйте начать с чего попроще. Попробуйте там домашних животных полечить, например, от каких-то простых болезней. Попробуйте там простуду полечить у людей, да. Сразу с рака начинать. Я что-то сомневаюсь, что у вас получится, да. Но как бы я при этом не говорю, что это совсем невозможно. Вполне может быть, что возможно. Говорю, то есть тут возможно, что нужно иметь достаточно высокий скилл вот этого самого целительства. Это все вещи, которые можно развить и наработать. Вот, пожалуйста, изучайте систему рейки. Однако, если вы столкнулись с проблемой онкологии, то это уже говорит о том, что организм у человека перешел уже в терминальную фазу, когда уже мало чего можно изменить. Потому что это уже случай запущенный. И даже современная официальная научная медицина, вот этот самый рак лечит достаточно так, не сказать, что очень уж эффективно. Потому что, ну, рак, он бывает еще и разных стадий, да. Вот бывает рак, который просто можно опухоль вырезать, тогда все как бы будет хорошо, и то он все равно метастазы пускает. Вот. Бывает такой рак, от которого вообще никак не избавишься, да. И каждый раз, когда мы имеем дело с этим самым раком, это говорит о том, что случай запущенный, и что сделать тут в принципе уже мало чего можно. Вот, поэтому лично я советую здесь все-таки в таких случаях обращаться все же к доктору. Вот, а в последнюю уже очередь заниматься всяким разным целительством и рейки. Ну, хотя, в принципе, можно этот подход совмещать. Вот, и лично я считаю так, что если что-то такое происходит, то нельзя полагаться только вот, допустим, на тот же рейки или только вот на врачей вот этих, да. Я лично считаю, что подход можно вполне себе совмещать, одно другому как бы не повредит. Ну, тут можно как бы поговорить о том, что помимо того, что, ну, сам по себе рейки там имеет определенную метафизику как бы воздействия, да. Также не стоит забывать о том, что даже научники, в общем-то, не отрицают того, что за счет самовнушений там каких-то, да, за счет каких-то вот таких вот плацебоэффектов всяких, как бы человек может сам себе вытянуть вот из полной ебложопы, потому что, как бы, ну, есть такой прикол, что люди при позитивном настрое как-то вылечиваются лучше, да. Вот, и как бы вся вот эта система рейки, она как бы тут может помочь. Далее переходим к теме, как выиграть в лотерею с помощью магии. Ну, я рекомендую вам приобрести вот книжку «Рунический гримуар» Юрия Исламова, да, и тут, в принципе, расписаны разные скрипты на любые случаи жизни. И, по-моему, там было что-то по поводу шальных вот этих денег, да, которые позволяют как раз выиграть в том числе в лотерею как-то, да, или еще что-то в этом духе. Но, опять же, я скажу, что если вы от этого ожидаете какую-то такую тему, что вы будете до бесконечности выиграть там в лотерею, то вряд ли у вас что-то получится, потому что, как бы, есть такая штука, как закон сохранения энергии, да, и в магии, например, тоже он действует. И, как бы, вот эти вот деньги, которые вы даже себе наколдуете с помощью рун, там, с помощью магии, вот эти вот шальные деньги, ну, я просто пробовал такими практиками заниматься, да, и они, деньги действительно приходят. Вот, правда, потом эти деньги также быстро сливаются, вот, и поэтому тут не особо получится заработать таким образом очень уж много. Поэтому, если вам интересна больше денежная магия, которая более так хорошо работает, да, которая позволит вам как-то эти деньги сохранять, накоплять, то это лучше использовать просто более такие стандартные денежные скрипты, которые бы вам усилили как-то денежный канал там по работе или еще по каким-то там другим делам. Ну, вот в гримуаре как раз Исламова все эти скрипты представлены, пожалуйста, можете пользоваться. И да, я не буду сейчас говорить, какой конкретно скрипт делает вот этот вот эффект, да, который вот это позволяет сделать, потому что этот видос смотрит достаточно много людей, среди этих людей будут по-любому скептики какие-нибудь, да, которые просто будут формировать негативное вредительское намерение против магии, да, вот, тем самым, если я буду эти скрипты обнародовать, да, то они будут от этого хуже работать. Поэтому эти... я поэтому и ссылаюсь вот на книжку, потому что эту книжку купят только те, кто действительно этой темой интересуется и кому это действительно надо. А если это хотят попробовать какие-то вот, не знаю, соколики там всякие или еще кто-нибудь, короче, ну вы поняли, кто, да, то я бы не хотел просто, чтобы эти люди вообще знали, как это делать. Просто потому что это вредно для нас же, потому что, ну, чем эти знания более массовые, тем хуже они работать начинают. Поэтому лучше вообще не стоит эти знания вот так обнародовать. В общем, книжку покупайте, но она в любом магазине продается, эзотерическом. А мы переходим к следующему вопросу. Как научиться левитировать и двигать предметы взглядом? Ну, научиться левитировать у вас, скорее всего, не получится. И лично я не знаю таких техник, которые вы позволяли левитировать и двигать предметы взглядом. Но, в принципе, чисто теоретически, да, чисто теоретически тут есть несколько разных подходов. То есть, например, есть такой подход, что, типа, можно как-то пускать, ну, развить, типа, свою биоэнергетику, да. Это вот еще Макс Аргас про вот эту вот всю хрень рассказывал. Там, типа, шарики там энергетические какие-то пускать, еще что-то такое. Ну, я вот этим пытался вот когда-то в свое время долбиться, да, но что-то у меня ничего не получилось. Вот, и если вот у вас получится, напишите. То есть, тут смысл в том, чтобы надо визуализировать вот эту вот энергию, то есть, между рук вот там какие-то воображаемые молнии пускать, да, почувствовать вот как между ладонями проходит энергия. Вот, в какой-то момент она должна стать настолько плотной, что она обретет какую-то физическую плотность и позволит, допустим, что-то толкнуть там шарик или еще что-нибудь такое, да. Ну, в общем, этой ебложопой я тоже вот занимался, но что-то результатов никогда от этого не было, поэтому я на это хрен полностью положил. Уж с левитацией тут тем более. Вот, так что, скорее всего, это попросту невозможно. И рекомендую на эту практику вообще хрен положить. Она мало того, что невозможна, так еще и полностью бесполезна. Потому что даже если вы научитесь двигать эти предметы взглядом, от этого профита абсолютно никакого. Уж лучше пытайтесь онрак вылечить с помощью рейки. Следующий вопрос. Как же научиться пускать молнии из жопы? Вот это мое любимое, да. Ну, здесь история примерно та же самая, что с двиганием предметов взглядом. То есть, тут есть несколько подходов. Первый подход – это визуализировать эту молнию из жопы. И в какой-то момент, когда у вас будет какое-то предельное количество энергии потрачено на эту визуализацию, она у вас действительно случится, короче, это молния из жопы. Так что можете попробовать этой техникой заниматься. Медитируйте на то, как из вашей жопы молния выскакивает. И все такое. Вы должны посвятить этой практике 20 лет. И тогда, может быть, молния из жопы выскочит. Но лично я не проверял. Но чисто в теории как-то так оно должно работать. И последний вопрос. Как же воскрешать умерших? Тоже непростая, скажем так, задача. Но здесь теоретически это может работать так. То есть, нужно сместить свою точку сборки в такое положение, в котором человек, которого вы хотите воскресить, как бы живой. Это отдельная тема, как эту точку сборки смещать. Но я думаю, что те, кто канал Вестник Хаоса смотрели, те, они и так знают, как... И так лучше меня знают, как эту точку сборки смещать. Для всех остальных, то, что я сейчас говорю, это звучит просто как какая-то шиза и бред. Но, тем не менее, по поводу точек сборки, даже я вон видос сделал, можете посмотреть. Вот. И фокус тут заключается в том, что надо как-то умудриться сместить эту точку сборки так, чтобы мир пересобрался таким образом, что, как бы, человек, которого вы хотите воскресить, он, как бы, живой, да. На это придется тоже затратить колоссальное количество энергии, которого у вас нету. Которого у вас, блин, нету. Никогда не будет у вас столько энергии. Ну и даже если и будет столько энергии, то есть вероятность, что вы сами умрете от таких практик, потому что это достаточно опасно, энергозатратно и еблажопно. Ну и, собственно, вот я и ответил на вопрос, как воскрешать умерших. Вот. В принципе, знаете, техники рейки тоже, наверное, могут тут помочь, но тут какие-то, наверное, супервысокие уже нужны ступени посвящения в этот рейки. Но вот Исламов рассказывал, что он рыбку как-то воскресил. Так что, не знаю, с рыбками вот у Исламова сработало, а с людьми я не знаю, как тут получится. Вот. Такое вот дело. Ну и в завершение я бы хотел сказать, что, ну, почему люди вот интересуются всякими такими вопросами, как вылечить рак там с помощью магии, как выиграть лотерею. Просто люди спрашивают это из-за какого-то неверия в магию. Они это спрашивают только потому, что они хотят убедиться в том, что магия действительно работает, и поэтому они думают, что для того, чтобы убедиться, что магия работает, это надо пускать молнии из жопы и левитировать. Вот. Чуваки, для того, чтобы убедиться, что магия работает, не нужно левитировать, не нужно пускать молнии из жопы. Все гораздо проще делается. У меня есть видос по рунам. У меня есть видос по рунам, который называется Гайд по рунам. Вы можете просто начать проживать, блин, рунический круг. Посмотрите мой видос, который называется Гайд по рунам. Я там все рассказываю по поводу того, как это делается, да, можете заодно купить гримуар Юрия Исланова, в котором собрана информация по каждой руне, вот, и медитировать на эти руны и, собственно, их проживать, и вы увидите то, что это, блин, работает. Тут не нужно пускать никаких молний из жопы, никаких левитаций, не нужно для того, чтобы убедиться в том, что эта практика полностью рабочая, и она полностью действительно дает заявленный результат. Ну и пока вы рунический круг будете проживать, вы как раз и научитесь разным колдовским приемам, как что делается, да. Но только я хочу еще добавить одно, что не надо думать, что магия это делание каких-то физически невозможных вещей, потому что начинать надо с простого, то есть не нужно сразу бежать, даже не прожив руны, да, пытаться исцелять кого-то там от рака, пускать там молнии из жопы и еще что-то такое, да, то есть начните с более каких-то простых вещей, которые более просто сделать, которые более, скажем так, физически возможны. Начните с этого, переходите уже к более каким-то сложным вещам, это нужны годы практики, годы опыта, которого по-любому ни у кого из вас тут нету, как бы. Поэтому я, в принципе, все сказал, вы знаете, что надо делать, а на этом у меня все сегодня. Слава Лизарде и пока-пока, короче.